Всем добрый день участникам этого чата. Сегодня я вам дам отзыв о ретрите, который проводила Оксана Смолярова с 21 по 25 октября. Итак, ретрит посвящен отработке методик мастера разборов и отработке модулей, чтобы каждый участник мог найти свои осознания, понять и помочь себе в этой жизни. Но как это делать? Я еще не знал до ретрита. Я только поступил в Академию мастера разборов и видел, может быть, десяток видео разборов и что-то читал. И даже была ложная такая уверенность, что я смогу с легкостью проводить эти разборы, могу быть мастером разборов хоть сейчас. Но это оказалось ошибкой. Оксана Смолярова разбила эту уверенность в пух и прах. Поэтому вот это было то у меня, что до ретрита. И был ложный запрос о увеличении моих доходов. А за ним стояло совсем другое. Теперь, что происходило на ретрите? Ну, мои личные ощущения, это то, что мне повезло с командой, включая мою жену. Они были на голову выше по уровню, по ощущениям, по осознаниям. И практически больше прошли это все. Я же никогда не был фигурой. Мало что-либо представлял энергетические поля, как они накачиваются. И когда мы приступили к работе, насколько сильно я был удивлен. Еще я хотел бы сказать, что о таких модулях, как MySell, Sexuality, я знал только по наслышке. И то из отзывов тех счастливых учеников, которые прошли эти модули. И Оксана Смолярова, она сумела объединить эти методики. Использовать их. Теперь, что самое интересное. Что сам MySell был испытан на мне, на моей супруге, на всех участницах. Трудно его описать, передать. Поэтому не буду на это тратить время. Мне очень понравился модуль Sexuality. В тот момент, там всего лишь было три урока пройдено. И то это были незабываемые впечатления. В одном из упражнений я должен был встать в круг. И вся команда выкрикивает. Игоряша, Игоряша, Игоряша. У меня сейчас в голове вот этот крик. Их выкрикивание. Такое не забывается никогда. Дальше было еще интереснее. Меня назначали разными фигурами в живых полях. И что было интересно, это то, что я никогда не видел этих людей. Кого представлял. Никогда. И речь идет о том, что это были эмоции ихние. Не сегодня, не вчера. А это были десятки лет назад. И я это смог воспроизвести вот в этих живых полях. Что для меня очень удивительно. Кроме этого, я еще наблюдал за нашей волшебницей-ретритом Оксаной Смоляровой. Я удивлялся, как она через фигуры могла считывать такую информацию, когда заказчик был ребенком. И когда впервые в жизни ребенок ощутил стресс. Мало того, ребенок этот стресс мог получить еще в утробе матери. Это все очень меня удивляло. Кроме того, Оксана вычисляла какие-то секреты, интриги семьи. Какие происходили в семье, в роду. Потом я услышал такие алгоритмы, которые перезаписывают вашу программу. Скачивается программа негатива и закачивается программа развития. Это очень впечатляет. И речь идет о том, что после этого трансформацию не нужно ждать годами, десятками лет. А достаточно один час. Участвуя в разборе, дальше идут трансформации. Но, конечно, этих разборов под каждого человека нужно проводить больше. У кого-то два-три, у кого-то один, а кому-то десять надо привести. Каждый человек со своей судьбой и со своей программой. Кроме этого, Оксана вычислила, с какого номера поколения пришел предок и передал программу негатива. Как ее изолировать и как перезаписать эту программу. И как получать уже от рода энергию, положительную энергию, положительные программы, накачиваться. Вот это все вы можете ощутить и понять. Что же я... Какие выводы для себя могу сделать? Ну, во-первых, чуть-чуть отвлекусь. Мы приехали с супругой на этот ретрит. Было интересно за ней понаблюдать. Мы даже участвовали в одном поле энергетическом. Она мне даже отцом была, дедом и предком. И... да, предком. Поэтому, что я могу, какой подвести итог? Первое, это я стал понимать, как нужно готовить разбор. С налетом это не проходит. Нужна подготовительная работа. Второе, это я благодарен Оксане, что она помогла мне выстроить мой рот, очистить. Истинный... Истинный запрос выявился. И результат этого запроса это рыдание. И полегчало, стало лучше. После ретрита я стал по-другому смотреть на свою жизнь, на все происходящее событие. На супругу свою по-другому стал смотреть. Мы стали намного ближе. Поэтому каждому из вас я желаю таких же осознаний, инсайтов. модное слово такое и есть. Чтобы у вас трансформация после разбора происходила как можно быстрее в течение месяца, что в данный момент происходит и у меня. Желаю вам всем счастья и достигать того, чего вы хотите достичь.